Вот по этой дороге ехали, тупо завезли рабочих на свод, а начиналось все далекие, нулевые, наследие 90-х и тому подобное. Автоваз был в упадке, а тут на Урале никому не известный олигарх Чернявин начал возрождение уральского автомобилестроения. Филиал завода ЗИЛ и УАМС стали предшественниками нового завода АМУР. Автомобили в моторы Урала. И завод начал выпускать продукцию. Китайская ОТКО, Лэндмарк, индийский ТАТА, спецтехника на базе автомобилей ЗИЛ. Заработали цеха, конвейер и стапельная сборка. Здесь, на этой площади, в рабочие дни стояли сотни автомобилей заводчан. И пусть кто-нибудь скажет, что плохо они жили. Правительство страны дало гарантию, что выдаст заводы документ на промышленную сборку автомобилей. Так без нее огромные таможенные пошлины пожирали всю прибыль, не давая возможности на какое-либо развитие, уплата налога, зарплаты и соц. отчислений. Банки охотно выдавали кредиты. И к моменту отказа государства в выдаче сертификата на промышленную сборку, стоимость завода вместе с кредитами и процентами вырос до 4,5 миллиардов рублей. А дальше невыплаты зарплаты рабочим, просьбы по срочке об уплате кредитов, ну и кое-какие шаги, которые были рассеянны как криминальные. И как следствие судебные иски и решения. А за ними массовое увольнение, банкротство и тысячи безработных заводчан. Свою трудовую деятельность на заводе я начал в отделе охраны с должности рядового охранника. В этом фильме мы проедем по тем КПП, где я начинал службу. В будущем я сам распределил людей по постам. Но пока волна памяти выносит меня туда, где только все начиналось. Подъезжаем ко второй площадке, здание 150. Выпускали каленвалы и прочие запчасти. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь было бюро пропусков. Вот окошечко, где пропуска выдавали. Здесь был туалет и раздевалка. Не помню ничего. Смотрите продолжение в следующей серии. Ворота автотранспортные. Вдали слева длинные склады были. Вот это вот остались руины 150 здания. Ворота были раздвижные. Сам лично их открывал когда-то. Вторая проходная здания 150. В здании в лучшие времена работало полторы тысячи человек. Вот здесь была огромная длинная остановка. Рабочих на автобусах привозили. А там вдалеке видна высотка административного здания. Которая откуплена москвичами. Поэтому и пока еще сохранилась. Это здание еще сохранилось. Не помню что там было. Вон там где была стоит труба. Там какие-то чесные были. Едем еще на одну проходную. Здесь еще ворота стоят. Вот тут стояла будка в которой я сидел. И открывал вот эти ворота. Рядом с остатками будки выросла яблона. Ну лет 11 назад когда я тут последний раз был. Она ее еще не была. А сейчас выросли яблочки смотрела. Вот такие. По осени надо будет прийти попробовать. Какие яблочки растут на заброшенном объекте. Попробуем промикнуть на территорию сверхсекретного объекта. Да. Бархан из кирпичей. И камень малолома. А дороги надо сказать между этими барханами. Каменистыми. Расчищены. Чтобы техника ходила. Металлолом возила, извлекая из этих блоков и камней. Едем дальше. А комбинаторская площадка стоит и ничего и не делается. Ворачиваю на бывший седьмой пост. Интересно что там такое сейчас. Седьмой пост и шестой. Вот будка шестого поста. Вот будка седьмого поста. Обычно нас отправляли сюда только на седьмой. Вход зарос уже давно. Давно через него никто не ходит. Через эти двери. О, даже смородинка немножко выросла. Вика и правда. Кисленько, но смородина отдает. Ну, даже так и написано видно, как я и сказал, шестой КПП. Плакат даже еще остался наполовину целый. Попробуем заехать на объект через бывший железнодорожный проезд. Ну, бывший, конечно. Сейчас уже ни путей, ни шмал, наверное, не осталось. Вот они железнодорожные города. Я сейчас через них заехал на территорию завода бывшего, естественно. Вон там по тропинке. Когда-то здесь поезда ходили. Вон там вдалеке будочка видна. Стрелочница сидела. Открывала шлагбаум и закрывала. Закрыл ворота, как когда-то их закрывал 15 лет назад. Сейчас даже лельсов нету. Какой-то впереди цех, он работает. То ли упаковка, то ли еще что-то делает. Здесь вот склады какие-то были открыты. Да-да-да. КПП-7. Значит, там был шестой, но уже сдвоенный был. А пятый, шестой, да-да-да. Там был пятый, шестой, вот этот седьмой. Сюда я заходил. Это у меня печка была. Тут я сидел, смотрел в окошечко. Телефон был. О, пищемущество даже еще видно. Спал я тут. Вот на этом топчине. Ничего не осталось. Думаю, какие-нибудь артефакты. Ничего нету. Ну, сейчас прокатимся еще по территории чуть-чуть. Если не выгонят. Хотя, что тут выгонять-то? В это здание загонялись платформы под подгрузку спецтехники. Площадка готовой продукции. Стояла будка у забора. «Усокая охранника». Мико… «Усокая охранника». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Интересные плакаты висят по заводу Едем на 5-6 пост Слева в здании находились плотники А через эти ворота выезжала спецтехника своим ходом Легковые автомобили, погрузчики, рабочие заводы и заводские автомашины По-моему, здесь какая-то переработка в том, что сырья идет Руины как в Агасеке Бомба пошла После 43 секундного падения... Нет, дело, наверное, скорее всего, было так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мы находимся на территории главного конвейера С которого сходили автомобили ZIL, Tata и автомобили спецтехники Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот это речка наша речка текущая через завод на карте значится как талая здесь мы когда-то и скорее ловили бутылки бутылки притопляли пескарик туда заплывал ну а дальше дальше он коту с котом знакомился мост без речку на вторую половину завода вот здесь стояли тоже пост ребята стояли в будке на втором этаже дорога идет на 8 пост также склады запчастей шинный склад еще что-то которое я уже подзабыл сейчас мы идем на 8 пост и и и и и Поехали через восьмой пост, не то за нас не остановили, только собаки обгавкали. Приезжаем через восьмой пост, заезжаем. Вернее, ручные ворота были. Здесь был заход, по-моему, или с этой стороны. Да, вот он с этой стороны, он еще и остался. Осторожно, зла и собака, и замок на входе. Раз, два, три, четыре, пять. Пять псин. И ни одна меня не укусила. Добрые песики. Добрые. А это архивное видео. Погрузка автомобилей это та. По трапу автомобиль заезжал на прицеп автовоза. И далее автопоезда развозили продукцию по всей стране. Первое. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот у нас сколько вкусностей! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее проезд закрыт тополем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok